Посмотрите, какое аппетитное блюдо у нас получилось. Готовится оно легко и просто, буквально за считанные минуты. 30 минут и вот такая вот вкуснятина у вас на столе. Если нет времени после работы, забирайте этот рецепт в свою копилочку, готовьте с удовольствием. Я думаю, что вам ваши близкие скажут спасибо. Друзья, всем огромный привет! Спасибо, что заглянули на мой канал. Готовим сегодня нан-палау. Вкусный, простой и в то же время очень быстрый обед или ужин. Всего за 30 минут. Готовится все легко и просто. Если вам понравится рецепт, оцените это видео лайком. Вам не сложно, а мне будет очень приятно. Так, поехали! Казалось бы, необычное название, но на самом деле для приготовления этого блюда нам понадобится минимальный набор продуктов. И продукты самые простые, которые найдутся у каждой хозяйки в холодильнике. И первое, что нам понадобится, это мелкая лапшишка, или ее еще называют паутинка. Сковороду разогреваем и обжариваем вермишель на сухой сковороде. Обжариваем примерно 3-5 минут. Что это нам даст? В готовом блюде вермишель не будет разбухать и разваливаться. И также она придаст ему такой необычный вкус. Смотрите, как в итоге должна получиться. Вермишель подрумянилась и стала цвета кофе с молоком. Все, снимаем сковороду с огня. Пусть вермишель немного остынет. А пока подготовим все остальные продукты. В первую очередь мясо. Можно брать любое мясо. У меня сегодня свинина. Вы можете использовать то, которое у вас есть. Можно взять курицу, можно взять говядину. Все, что пожелаете. Мясо нарезаем на небольшие кусочки. Смотрите, вот на такие небольшие кубики я мясо режу. Как я и говорила, продукты для этого блюда все простые и доступные. Теперь берем одну небольшую луковицу и нарезаем небольшим кубиком. Одну морковь натираю на крупной терке. В бороде мы разогреваем растительное масло небольшое количество. И далее обжариваем мясо на сильном огне до золотистого цвета. Мясо хорошо подрумянилось. Теперь добавляем репчатый лук. Все это перемешиваем. И будем обжаривать все вместе до прозрачности лука. Теперь добавляем морковь. Будем обжаривать все вместе буквально пару минут. Сейчас можно слегка подсолить и добавить специи. Я добавляю смесь перцев свежемолотую. И у меня здесь еще приправа для плова. Добавляем. Все перемешиваем. И теперь сверху мяса выкладываем обжаренную вермишель. Распределяем равномерным слоем и ничего не перемешиваем. Теперь заливаем все это водой горячей, чтобы она слегка покрывала вермишель. Огонь не забывайте убавить. Накрываем крышкой и тушим до готовности вермишели. Примерно 7 минут. 8 минут у меня готовилась вермишель. Время ее приготовления зависит от многих факторов. От марки лапши, вообще от ее качества. Сейчас мы все это перемешиваем аккуратно. И будем пробовать. За это время вся жидкость испарилась и вермишель приготовилась. Посмотрите, какое аппетитное блюдо у нас получилось. Готовится оно легко и просто. Буквально за считанные минуты. 30 минут и вот такая вот вкуснятина у вас на столе. Если нет времени после работы, забирайте этот рецепт в свою копилочку. Готовьте с удовольствием. Я думаю, что вам ваши близкие скажут спасибо. Знаете, это получается что-то вроде плова, только с вермишелью. Ну что, пробуем? Такой интересный вкус вермишель придает. Знаете, это вкусно, быстро, просто и бюджетно. Поэтому обязательно приготовьте. Не забывайте поставить лайк этому видео, если рецепт понравился. Всем приятного аппетита и пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok